Не думали о пенсии? А подумайте! Пункт номер один. Нет рабства на пенсии. А то пырхаетесь за говнюка. Ему хорошо, вы в отстой. Отработал он вас. Обкакаться, да? Раньше в СССР было проще. Работа на будущее ваших детей и на свою старость. Не было никаких проблем. И давайте не будем говорить, что старость это склад ног и релакс. Не, релакс конечно хорош, но не в этой жизни. Хотя по сути, дед постоянно работал, штопал ботинки. Ему это нравилось. Бабушка по папиной линии растила животных. Бабушка по маминой линии, как и бабушка по папиной, занимались сельским хозяйством. Просто это им нравилось. И по сути, если вы переедете в Турцию, всем этим вы и можете заниматься. Но появилось что-то лишнее, можно и продать. К слову о тех, кто не был в Турции. Я таких понимаю немного. Вы обратите внимание на стандартные дома. Первые два этажа для бизнеса. Это почему-то не Россия. Там все для людей, у нас для олигархов. Там нет олигархии. То есть есть какие-то товарищи, но они не лезут в политику. Да по сути их и не так уж так много. У нас говнюков олигархических 300 штук всего. И там бизнес малость другой. Нормальный бизнес для малых предприятий. И вы знаете, малый бизнес там рулит в разы, в сотни раз круче нашего. Вот о чем правительству думать нашему надо. К слову о том, что из моих путешествий в кризисе только экономика. Наши ненаглядные. Теперь о бизнесе. В смысле вы хотите куда-то устроиться? Да никаких проблем. Интернет есть. Вбейте свои данные и поймите, что работа не только в России. Вы и там нужны. То есть не надо думать, что везде рабство. Да нет такого. К слову о пенсионерах. Сколько их таковых не работающих? Да не больше 1%. Остальные любят работу. Делают свое дело и получают результат. Пункт номер 1. Первое. Качественная и своя еда. А так еще 10 лет, а то и более. Пункт номер 2. Делаю я сам то, что хочу. И тогда дедушка с бабушкой. И это ближе к 90-100 годкам. Ну чем не жизнь то? Ну и в оконцовке. А как разговаривать? А как говорят башкиры, а татары, а казахи, а чеченцы, а чуваши? А вы не забыли в каком государстве живете? В интернациональном. Слава тебе господи, что от Советского Союза что-то осталось. Так вот, они с детства говорят на тюркском языке. А вы и английский то не знаете. Так вот, помнится у нас был один полиглот в начале 19 века. Так вот, никаким он полиглотом не был. Просто путешествие и не говоря. Хотя на языке он очень-очень быстро начал думать, как покушать. К слову, у меня товарищи, не знающие английский вообще, сленяв в Штаты, вдруг на нем и заговорили. Вот это опускание в другое место. И полиглотизм сам наступит на вас. К слову о том, что обучение другому языку, и это как раз то, что нужно для тех, у кого возникли проблемы в старости. К слову о ценниках на жилье. Ну, раз вы интернет смотрите, то вот разговор такой. Real Estate. По сути, это то, что продают риэлторы. Ну, сходу, процентов 30 отвинтите в любой цене. А так можно и в половину купить недвижимость. Уж поверьте мне. Если вас немного достали зимы в пределах от 6 до 9 месяцев, и вы должны понять, что тупорылы квартплаты это не для вас, и тогда уж поверьте мне, что те 20-40 миллионов россиян просто растворятся в мире, в котором вас не прессует телевидение. В нормальных странах, а может быть и в Турции, с которой у нас более чем с другими странами общие.